Как хороши, как свежи были розы! Где-то, когда-то, давно-давно тому назад я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабыло с мною, но первый стих остался у меня в памяти. Как хороши, как свежи были розы! Теперь зима, мороз запушил стекла окон, в темной комнате горит одна свеча. Я сижу, забившись в угол, а в голове все звенит да звенит, как хороши, как свежи были розы! И вижу я себя перед низким окном загородного русского дома. Летний вечер тихо тает и переходит в ночь, в теплом воздухе пахнет резидой и липой, а на окне, опершись на выпрямленную руку и склонив голову к плечу, сидит девушка. И безмолвно и пристально смотрит на небо, как бы выжидая появления первых звезд. Как простодушны, вдохновенны, задумчивые глаза! Как трогательно-невинно раскрытые вопрошающие губы! Как ровно дышит, еще не вполне расцветшая, еще ничем не взволнованная грудь! Как чист и нежен облик юного лица! Я не дерзаю заговорить с нею, но как она мне дорога! Как бьется мое сердце! Как хороши, как свежи были розы! А в комнате все темней да темней, Нагоревшая свеча трещит, Беглые тени колеблются на низком потолке, Мороз скрапит и злится за стеною, И чудится скучный старческий шепот, Как хороши, как свежи были розы! Встают передо мною другие образы, Слышится веселый шум семейной деревенской жизни, Две русые головки прислонять друг к дружке, Бойко смотрят на меня своими светлыми глазками, Алые щеки трепещут сдержанным смехом, Руки ласково сплелись, В перебивку звучат молодые добрые голоса, Немного подальше, В глубине уютной комнаты другие, Тоже молодые руки бегают, Путаясь пальцами по клавишам старенького пианино, И ланнеровский вальс не может заглушить Воркотню патриархального самовара, Как хороши, как свежи были розы! Свеча меркнет и гаснет, Кто это кашляет там так хрипло и глухо? Свернувшись в калачик, Жмется и вздрагивает у ног моих Старый пес, Мой единственный товарищ, Мне холодно, Я зябну, И все они умерли, Как хороши, Как свежи были розы!